И инмейт, и мы готовы врываться в первую карту Ньюбио против Тима Рута. Посмотрим, чем это закончится. Бест оф три серия на вылет. Так что здесь стоит попотеть. Все-таки деньги хорошие. Турнир очень значимый для китайских команд. В принципе, домашние турниры за большие деньги такого рода регионы любят. Хотя кто не любит. И первая стадия пиков также уже позади. Что по поводу... Здорово. Да, что по поводу нее можно сказать. Я думаю, здесь стоит предоставить слово уже моему коллеге. Тут очень сложно что-то говорить по этой серии вообще, в частности. Потому что Ньюбио сейчас максимально не находится в форме. Пытались найти замену Муги. Две недели искали. Програли все квалификации. Не нашли, вернули его в состав. Тренер, временно играющий на пятой позиции. Это все сводит любую аналитику к тому моменту, что у тебя есть игроки, которые не выполнят возложенные на них задачи. Поэтому, скорее всего, Тим Грут просто выигрывает. Вне зависимости от того, что там кто на драфте. Но пока выглядят и у тех, и у других более-менее по-китайски, более-менее метово. И тяжело сказать, кто пока прям лидирует по драфту. Ибо сильных каких-то героев, которые кардинально могут занять ситуацию, пока еще никто не взял. Все прям так стандартненько. Да, интересно то, что решили начать в этот раз с жирных троек. Вот так вот выставили их наперед. И действительно так вот симметрично получилось несколько. Ничего такого особенного выделить не получается. Но Шеду Шамана, Вич Доктор, такая вот пара саппортов. Ты часто такую видишь? Такую нет. Я вообще Вич Доктора не очень часто вижу. Но вопрос его появления был именно вопросом времени. Потому что как раз-таки ты правильно заметила. Жирных героев стали брать. Найт Хантер, Кентавр, Бестмастер, Брюлмастер и все прочее. Их всех отлично. Кандрит Ролан один спелл. Это Маледикт. Собственно, его в себе рут и забрали. Посмотрим, как они его засетапят. Как он будет на линии стоять. Потому что раньше, когда последний раз был врыв Вич Доктора в Мету, его там те же Виртус Про брали. Качали приоритетом в Хилл. Потому что он давал очень приятные целочисленные значения регенные. И на первом даже уровне прокачки просто стоял, хитался и выгонял даже зачастую один-двух героев противника. Посмотрим, как оно будет реализовано здесь и сейчас. Потому что пока видится мне, что этот Хантеру нужно что-то уже придумать, с этой линии выходить. Его и Сларк отлично подъедает, воруя статы, нося кучу урона. И Вич Доктор будет. Да, Сларк шикарно стоит против Тайда. Правда, если бы была линия Шаман-Сларк, то здесь бы Тайду точно жизни не было. С Вич Доктором можно что-то придумать и получится. Там с Регеном Сларк все равно особо не подавит на первых уровнях. Маледикт просто огромный кулдаун имеет тоже на первом уровне. Поэтому какое-то время Тайд постоит. А вот что делать дальше? Ну, по сути, Тайды, как правило, не сильно в этом разборчивы. Они могут там дожить уровни до третьего-четвертого, пойти лес рядышком пофармить. То есть ему здесь ауты найти будет довольно просто. Но появляется Терраблейд. Такой ранний, довольно открытый. И Оракл под него, чтобы точно был ультимейт. Пытаются как-то выкачать одного героя. Возможно, вообще будет играть 4 плюс 1 полностью на Террорах. Хотя для Китая это, опять же, не очень свойственно. Ребята, не. Поувереннее выходить в лейт, особенно команды, которые уже со стажем, в которых играют старички, чтобы у тебя... Вот ты посмотришь на драфт. У противника там антифер-антимаг. Ну, значит, у тебя должен быть и воид, и плюс 1. И сопротивник там антимаг о-д, у тебя должен быть там воид плюс 2, чтобы у тебя было всегда больше. Я уверен, что сейчас мы с закрывающим тоже увидим не каких-то сопротивляющих там зевсов или чего-то такого, а прям мощь и силу. Вопрос в том, что появится. Я вообще на самом деле вместо Сварка думал, что появится Разоруш. Очень сильно в Китае его после время любят, часто берут. И то, что взяли именно Сварка, это вот, ну, возможно, отголосок того, что в Тимрут играет именно Супер, играет Энто, все вот эти вот ребята, которые старые школы, старого образца. Ну, так-то, если посмотреть на рутов на дистанции, они хотя бы на квалы, помню, покусились на Дремлигу, на Майнера. Они отобрались, у них получилось это сделать. А вот Ньюби весь ДПС раунд первый задоджили полностью. Также они там на ИСЛ не попали. И здесь, я думаю, что для них было бы даже делом чести побороться. Но соперники довольно трудные. Даже если не пройдут рутов, то дальше будет Invictus Gaming, скорее всего, после следующей серии. Хотя там тоже не так все однозначно. Противники душат. И как с этим им жить? Мне очень ясно. Там какие-то изменения в составе были. Что-то там перетасовывали, перетасовывали. Но пока какой-то кардинальной от них результативности мы не видим. Возможно, стоит попробовать, как делают адекватные китайские команды. Просто написать оргам, поскольку турнир не подвязан под системы от Valve. Ты можешь делать что угодно с квалификациями, с инвайтами, с приглашениями. Хоть весь китайский топ позвать и не париться. И, например, будучи Ньюби написать. Парни, ну мы, конечно, не прошли, но мы ребята медийные. Людей приведем. Зовите. И они их зовут. Ну, вот интересно то, что еще не все инвайты на этот турнир раздали. Еще парочка осталась. Поэтому я думаю, что вот как раз из тех, кто не отобрался через квала, эти инвайты будут выбираться. Потому что здесь квалификации есть исключительно из китайского региона. Остальные пробираются только через инвайты. Ну, в принципе, такие системы у многих турниров, которые не являются в DPC. Кого хотят, того и зовут. Прямые инвенты пока получили только LGD. LGD, Virtus.pro и Vichy Gaming. Вот интересно то, что Virtus.pro сюда затесались. Для меня это довольно неожиданно было. Но они даже одни из первых этот инвайт получили. Да, и будет в два дня интересно посмотреть, как они себя покажут, будучи раньше Китай с лейерами и проигрывая только LGD, вот на китайской земле против всего Китая. Действительно так. Но пока видим то, что пики завершились. У Ньюби все это в итоге увенчалось Пугной на вторую позицию. У Рута ответили Симберсол тоже на вторую позицию. Да, это довольно странно выглядит, потому что как раз-таки Пугневич неплох против Симбера. То есть ты добираешь ласпиком десятым героя, который противник, можно сказать, уже немного законтрил. Могут в темп не уложиться. Вообще, если Руты хорошо простоят свои линии, выиграют две из трех, а то и три из трех, для них это будет легкая игра. Но если каким-то Макаром Ньюби свои линии задавят, ТВ получит спейс для фарма и С-Ти-Пл-Си спушит там рана-вышку, убьет кого-нибудь Тимбера один или два раза в соло, то они могут на кураже, на своих сильных героях, на своих сильных ультимейтах просто минут за 20-25 эту игру закончить. Возможно, Руты сейчас просто не будут ставить Симбера против Пугны, то есть будет какая-то кардинальная перестановка линии и просто там отправить легкую линию на мид стоять, допустим. Хотя тоже пугнут довольно неприятный собеседник. Только у них три героя, это Кентавр, Сларк и Тимбер. Все трое плохо против Пугневича стоят. Вот это оно, то есть здесь выбирать меньше из зол остается столько. Если так смотреть, то, скорее всего, это будет Кентавр, но выглядит довольно плохо. Посмотрим, как они сейчас будут с этим расправляться. Игра начинается, Best of 3 серия, но пик выглядит довольно неоднозначно. Это действительно так. Так, ну это выглядит, кто отправится в центр. Может, и в даблу поставит? Ну, пока видим, да, DDC супер подбегает. Ну, Варт отдал, идет, наверное, вниз. По-хорошему, Кентавр, Шадоу Шаман. В сложной должны стоять Сларк с Вичдоктором легкой и Тимбер в центре. По-хорошему. А как оно будет, сейчас узнаем. Может быть, даже Триплой стоит идти в легкую, чтобы у Сларка было много возможностей зарабатывать деньги и с отводов, и с убийства героев, и с убийства крипов. То есть такой тройной заработок. Ну, а пока видим то, что второе у нас с тремя станами, по сути, идут на нижнюю руну. Отбирать должны в любом случае, как минимум пугать. Но видим то, что зеркальным Юби также собирается отнимать две руны на топе, так что это все будет абсолютно одинаково по размену. У меня для Сларка плохие новости, когда он видит столько героев, потому что его герой на первых левелах, на вторых еще не способен драться. Вот чуть позже, когда он там левел 6, Shadow Blade, приходите, я вас жду. Но прямо сейчас, я думаю, он расстроен тем, что он уже потерял кучу хп, и что вот эта руна ему не достанется. О, зато 50 подформил, тоже неплохо. Но у него есть довольно много регена, плюс на линиях что-то, я надеюсь, можно будет ожидать. Ну, ВД к нему в любом случае перетягиваться будет. Вот по поводу триплы, нет, все-таки вижу то, что шаман остается на линии с кентавром, будет продолжать стоять здесь. Но, возможно, потянутся, если будет трудно, потому что Сларк такой чувствительный персонаж Харасу и, в принципе, к вот этому прижиманию на старте игры. И если ему будет не хватать крипов, с этим лотаром будет не задаваться, то все-таки ему помощь понадобится. Вопрос только в том, что если шаман уйдет, тогда у ТБ будет все очень хорошо, нужно хотя бы достоять на линии до момента, когда он в лес уйдет. Ну, а когда он в лес уйдет, он точно так же все это выформит спокойно, то есть неважно, сколько ему мешало. Да, тогда можно уходить с линии и не париться, потому что если уйти сейчас, он просто прогонит человек кентавр, у тебя будет минус один герой сразу. Ну, на миде пока, видимо, Супер все-таки стоит против С3С, Пугна против Тимбера. На первых парах пока, ну, думаю, все будет довольно однозначно. То, что они должны плюс-минус ровненько стоять у одного хорошего регена, у другого пока не очень сильные нюки, но чем дальше в лес, тем будет посложнее, конечно, Суперу. А какой-то особой доминации, которая Тимберу присуща на мид линии, здесь, скорее всего, не придется. Ну, на первых, на вторых лвелах еще нормально, потому что он с топориком, он милишник, у Пугневича не было бласта, не стал брать. Сколько-то лишних крипов из-за этого Тимбер добил, а Пугневича нет. Но, по идее, вы даже на третьем уровне, ты просто никогда не можешь загинать рейнжевого крипа, всегда его бластуют, никогда не можешь добить рейнжевого крипа, тебя все время прячут в астралке. Из-за этого по экспе, по деньгам, должен быть Пугневича отрываться уже прямо сейчас начинать. Ну, видим пока то, что ровно, абсолютно ровно выглядят крипстаты. Наверху видим то, что Тайт довольно неплохо просадил Пугневич Доктора. Сларк держится на уровне, но вот приходится здесь вкачивать Вуду Ресторейшн, именно чтобы терпеть эти выходки от Тайда. Да, по сути, ничего не остается в нынешней ситуации с нынешним Вич Доктором качать, и удается Тайду отвести на себя эту пачку крипов. Интересно то, что... Ну, видишь, сейчас просто очень метово, когда добла идет сложный, они по очереди выводят с сильным героем. Если у тебя там Акс, Интавер, тот же самый Тайт Хантер, то пока один отвлекает, саппорт выводит, потом меняются. И ты, получается, имеешь второй или третий левел, и на дом, и на втором. А дальше уже со скилами попроще стоять. Сларк. Да, он тут крипов не так уж и хорошо может добиваться по такой причине. По Таурам в итоге оказывается встреча этих двух пачек. Ну да, пока левел не такой большой Тайда, чтобы сильно ему помешать, но Якор уже начинает доставлять проблемы. Фейтболт полетел, и все, и минус половина лица, считай. Хотя Регенд пока еще не так уж и сильно выбили, остается довольно много ресурсов. Вопрос, как забирать крипов, когда в него залетает и Якорь, и Фейтболт, и ему минус 50 урона. И бить по 12, плюс топорик, и очень тяжело крипаться. И первый крок проливается на нижней линии, забирает Оракула. Ну, здесь задавили, довольно сильно задавили, нагло это получилось. И нюки сильные на линии получаются. Тычка с руки-то сама по себе сильная уже до шамана. Ну, и плюс, скинулись с Дабл Эйджа и Эзершока. И получился легкий фраг. Пока что легкий. Да и сам кентавр под стаками, когда набирает их, просто юзает пассивку свою третью. И начинает там бить 70 плюс 100, например. И все, вот как ты на первых ловелах будешь с ними драться? Что вообще невозможно. Проблемы большие. У Вич-доктора есть стики, пытается захилиться. Ну, мало что может сейчас Рубик сделать. Фейтбол тоже явно не хватит первого уровня. Сбивает фласку, отлично получилось. И в итоге ДДС остается с не таким большим запасом маны, чтобы отхилиться самостоятельно. Так, каска полетела, неплохо, крибы оказались рядом, но до лесных не долетела каска. И в итоге Бэйкси просто отходит. Нюзает Рубик, теперь фласку в другую сторону. И продолжает душить. При этом Дэдхантер получает все, Свар получает ничего. Слишком много времени вынужден вот именно бегать куда-то, чтобы смотреть там. Как его саппорта бьют. Ну, по крибам, видим, более-менее держится. Все-таки 13 крипов есть. Квойка добывает золото себе. Но немного по экспе начинает отставать. Ну, сложно ему здесь, конечно, далеко не просто. Но сила стянуть дополнительные для того, чтобы обеспечить ему комфорт, явно не представляется возможным. У Муги все примерно так же, кстати, выглядит. Крипстат абсолютно аналогичный. Ну, ему тут, в принципе, не так сильно мешает. Больше напрягает Оракул, а он там спокойно себе крипов добивает стоит. Правда, линия пушится довольно сильно. Вичдоктор второй уровень. Вкачал себе каску уже для прошлого нападения. Как раз-таки это было. Рубик успел отвести крипов. Точнее, это, да, сделал такой хороший отвод довольно, но слайка его нашел, и здесь тоже подфармливает несколько. Даже может попробовать всех забрать. Да, вроде как справляется. Получается, лишний подфарм, лишние деньги. Ну, и очень удачно получилось. Все-таки линия отпушилась назад, и этот отвод сыграл против Рубика. Ну что, пока какой-то суперсильной доминации на одной из линий наблюдать и приходится. Разве что немного просил по криповам Тимбер, а по XP у него все абсолютно так же, как и у СТПЛСи. Поэтому держится. Пока еще особого давления от Пугна нету. Ну, какую-нибудь перетяжку сюда просто организовать от того же Рубика под шестой левел Пугневича и просто убить его. Хотя принес себе первый уже брейсер, тысяча хп, может быть и не получится бы пробить даже с шестым Пугневичем. Здесь и очень хорошо пробили. Много дэмэджа получает. Полетела каска, немного получилось у него отойти назад, но придется, скорее, всего уже поставить за тавером подольше, потому что есть тангусы только. За них реген будет довольно долго идти. Но там есть еще шрайн, который, правда, если и выбивать, то придется в соло. Все остальные плюс-минус фуловые, и им там делать нечего. Ну, в принципе, терпит. Пока отвод делает, на отводах постоит, порегенится с танго. Запасы какие-никакие есть. Пока вартер оставит, может там выйдет на другую линию. То есть... Там в центр готовится выход на Тимбера. Почасово Пугневич, как я и говорил. Пошел рассказ. Урона, похоже, что хватит. Если нормально забодиблочит. Потычки скинулись. Не хватает дэмэджа. Физический дэмэдж совершенно его не пробивает. Магия заканчивается. Вейкси ничего не может сделать. Тристика есть. Ему хватит на фейтболт. Фейтболт уже слишком слаб для того, чтобы его добить. И супер регенится. На этом регене очень даже неплохо отошел назад. Не так много стаков пассивки у него набилось, но все же выжил. Много персонажей на себя стянул. И много ресурсов на него пришлось потратить. И при этом никакого импакта не добились. Шикарная работа от Супера. Пережил это давление. Ну все же пока, если после... Супер ошибается внизу в Муге. Довольно серьезно. Теряет здоровье. И заканчивается. Начинается небольшая проблема у Ньюби. Вот эта неудачная попытка выхода на мид. Потратили много времени на Тимбера. Ничего не добились. Сейчас, может быть, еще один фраг будет. Да, тут правда еще Стрепл Си попытался в соло забрать Супера. Получилось из этого пока что ровным счетом ничего еще. И ДСи походу... Господи, к ДСи подходят. И Стрепл Си будет погибать сам. Силы Маледикта хотя только первый уровень. Ну если тебе снисти 800 урона на Ньюби на первом уровне, даже первый Маледикт что-то да сделает. Хотя, прикинем, было бы у него левел 4. Хватило бы на второго Пугневича, а может быть и на третьего. Ну пока этого действительно хватило. 4-0 счет. Руты начинают очень сильно давить. И... Ну у Стрепл Си все гораздо хуже, чем должно было быть. Если Муги еще там может пережить давление на линии, уйти в леса и все равно выкормить все, что ему нужно, то касательно Пуганой это может очень плохо закончиться. Сейчас Кентару взял левел 6. Они могут попробовать забежать в боте прямо под вышку, если увидят Рубик. Там, блин, захотят, если это сделать. Убить его, наказать, добить тавер. И вырыть еще немного времени и денег для сларка. Вот уже левел 5, почти левел 6, следующие пачки доберет. И все, демо начнется игра, в которой он уже что-то может. Пробить по хп невозможно, убить быстро, дизейвлов не хватит. Еще выход идет на Тайтхантер, но есть реведж. Так, не нападают, опасно. Да, и он начинает подкусывать немного, демо же пока маловато. Действие якоря должно заканчиваться и немного его должны пробивать. Есть дарпакт. Магический демо же подъезжал, и Маледикт опять добивает. Все временем еще и с Оракулом на нижней линии разобрались. Тоже там абсолютно не затратив никаких ресурсов. Там вообще один шедоу-шаман за ним бегал и пытался помешать этому убийству как-то Рубик, но вообще ничего не получилось. То есть против двух персонажей пошел этот человек и все равно фраг свою забрал. Ну, невероятно, конечно, это получается пока от команды Рут. Но где-то все равно успел погибнуть. Роман уже реснулся, правда. Ну, они, прочитывая, повоевали с Рубиком. Он вроде заманцевал по лесам, хотел уже давать свой рассказ. Хекс, молнию, сетку. Китавр подходил, но фейтбол отказался быстрее. Все-таки не зря Рубик великий гранд-магус. Колдует явно получше. Так, и смог атака. Угневич с Рубиком отправляются в атаку. Безвижно. Хороший у Вардникова иницией, но и зовет скан. Понимает, что в кого-то попали. И сейчас... Будут один-то нести. Есть хил, отходит назад. Просто под этим хилом даже не пытался рисковать. И трое персонажей будут давить. С Ларка поймать возможности уже не так много. У него есть Шэдоу Дэнс. На ДДС выйти уже не очень удобно, он стоит слишком далеко. В боте нападения в это время на Оракол не очень удачные. Угневич в Варене перетянулся, захилил, дал дэмэджа. Ну, что ж, погибает. Опять же, это Шаман второй раз подряд. Слишком хорошо получилось. Ну что ж, как только поняли то, что у них ничего не срастется наверху, перетянулись на низ и сделали фраг. Неплохо вышло. Сделали фраг. Загинали табры еще. Тоже заработали, получается. И когда-то. Лишили противника возможной прибыли. Многи подпилили немного. Супер хорошо себя чувствует. Пока нету рядом пугной, он вообще ничего не ощущает. Заходит за тавр, впитывает дэмэдж. Минус половина тавра, поэтому здесь 5-1 вышка тоже должна падать потихонечку. Хотя Рудикому сильно мешает. Кстати, что странно, он собирает худ вместо Холилойки. Хотя для этого героя что-то все так посовещались, порешали, что будет даже лучше. Тот же самый Маккер здесь дает, но увеличивает входимый за хил. Весь всевозможный. А у него под стаками его прям очень много, и вот регенится не по 40, а по 60. Это лучше, чем получить барьер, там, раз во сколько-то. Ну, я думаю, что он все равно к нему сводиться будет. Просто проблема в том, что рядом с Витч-Доктором, скорее всего, находиться он будет не так много времени. Не такой уж и большой радиус этого хила для такого героя, как Тимбер, который любит скакать по всей карте. Поэтому, вероятно, это... Сейчас своего 40-х паригена он бы еще добрал с Холилойки, то сколько-то получил бы. 4-х паригена сверху. По множенным это 60, это лучше, чем Алхимик с Ultimate на втором уровне. Ну, хоть ни к чему не обязывает. Это такой просто мидгеймовый артефакт, собрать, потом выкинуть через какое-то время. Так что я ничего против этого не вижу, довольно дешево, сердито. Сейчас он абсолютно фрифармит на линии и будет добирать себе это. Ну, кстати, посмотрим, дабо что он дальше выходит. может быть пришло время тапка да кстати давно пора или еще рановато ну кстати это один из немногих тимперов который сильно уделил внимание прокачки тимбер чейна потому что часто 1 3 максит она 2 уже начинает обращать внимание после прокачки способностей а здесь вот именно за максимума 2 3 а 1 вкачал единичку только я даже могу объяснить почему так что обычно тиммера берут закрывающим драфтом перекрывая воздух какого-нибудь там д.к. ну еще милишников наказывает тому что от хантеру а подрезать милишников и распилом куда лучше и эффективнее и полезнее и сейчас герой был взят против пуганы на линию против куча таких героев как оракова все прочь который плохо сбиваю тел и забил маловато у небе в этом драфте и летать давать такой же урон не особо сложно с имбир чейном это можете позволить оставив распила первом уровне потому что разница на самом деле не такая большая 12 процентов потери статов и 15 между первой и последней раскачкой теперь тапок действительно берет кажется собирается по крайней мере него и нж бустер лежит уже него есть тапок в курере ну значит это точно будут арканы на первых парах так а здесь нападение на кентавра начинает его немного подгрызать но у него тоже есть собственный худ который просто не получается пробить совсем очень много денег у кентавра с ларк уже с шедо блейдом тоже получается на фарме на финансах теперь можно просто вы смотри вы ему уже дали с интере сейчас ларк начнет бегать по карте искать варды зарабатывать до деньги подрезать vision и заняв карту по вижу но они будут пытаться уже добирать внешний товара забирать рошана и заканчивать игру пока ты бы не в кондиции для драки да причем у сларка лотар уже сразу пытается выйти в сильверейдж что будет очень хорошо против того же тайда попробовать сделать и выход есть на банану посмотрим что из этого получится есть мали дикт очень много урона но точно должен с таком мали дикта погибать любом случае это минус правда потрачен на него аж целая палка была с 3 пол си неплохо ультимейт получился пытается уйти отсюда ddc у него выходит это сделать и так много урона получил от эзерварда там прокачка скорее всего уровне второго надо так и есть поэтому отползает назад живые здоровые и варс 2 и хилка первого всего 8 секунду потребляют последняя была бы на 20 уже бы даже наверное почувствовали царствовать находит варды ломает центре ломает ops вот и пожалуйста золотопыт и деньги же подъехали до причем опять же сарк в рамках паблика зачастую ты просишь дай мне центре саппорт он говорит нет виза своей покупаешь потому что это все равно окупается а здесь мало того что он на фу фри фарме гима еще и выдают эти сантреки чтобы он ломал даже больше от минуты там зависит 120 уже должно быть где-то около того где-то так если даже не больше кентавр одиннадцатого уровня блиндагера у него уже почти тоже есть остается 200 золота дофармить совершенно не проблема для него у банана в этом толщине все гораздо хуже он себе делает доминатор и только после этого начнет делать блинг а до доминатора ему тут тоже еще что-то сделать придется пытается перекрыть и вот его так не взять нужны дизайбл и нужно чтобы рубик вот здесь поднимал во время под пиммерчейна если так посмотреть здесь был мы в принципе у небе есть проблема если кино с огромным кулдауном есть рут от оракула который мы видели уже не работает и в рэйвич от хантера то есть это все что они могут в качестве контроля предложить поэтому это для них больш большая проблема но еще рэйвич когда-нибудь если он его сдаст позволит сделать хотя бы какой-нибудь фраг сейчас стоит это сделать довольно ценный фраг можно получить все равно пока банана дает хочет видеть еще кого-нибудь есть просто ультимейтен кентавр и убегает отсюда супер можно было и потратить стоило наверное в итоге еще и на балансе руны их развели получается у нас на пятой минуте 3 1 в пользу тр было на 10 3 1 и сейчас пока что 30 и скорее всего потом кентавр зайдет 4 тоже заберет на там никого абсолютно нету хотя он тоже не торопится это делать идет поближе к уже упавшему ты 2 табору это правда дайвить уже некуда и когда он ставил в арт сейчас будет еще пытаться найти то место куда поставил свой вардишон и нащупали неудобно получилось так что он вышел просветился здесь догадались что не просто так он сюда заходил так далеко и глубоко пока мы видим с линзой обычный просто предмет на первый же выбор для этого персонажа дальше будет появляться блинг все равно пока этого маловато вот есть попытка заинициировать возможно это какой-то шансы заберстить сразу после врыва тайт хантера но ставит он тоже пока все не так однозначно зато на супер и врывается по теперь уже через форму антираблейд это аргументы теперь уже потратили еще и рэвэйдж на конец получилось лучше так чем не как а то бы на 5 ушел и все беда здесь главное не на фидить все к этому идет сварк уже в хорошей позиции не варкан руна фидить сварку это совсем плохая идея так сантри вард сразу же потерял уже половину лица сварк даже большую часть и понял что лучше отойти но по крайней мере сантри здесь запалили поэтому будут перебивать скорее всего хотя такая позиция что суда уже вряд ли кто-то подойдет в своей воле но можно просто забить на пять минут на эту позицию не подходить варцам пойдет потому что ломать опс это да это деньги полезно ломать центре это не очень нужно тратить свое такое дело все сварк дофармил рецепт на сидер к нему уже летит теперь тайт хантера можно пробовать бурстить в любой драки не давая ему там скидывать любой дизейбл помощь как не шелла ну что это действительно очень быстрый получается сильвер 18 минут уже есть первый артефакт очень серьезно очень дорогой а дальше будет выходить скади после этого пока бы серьезные планы пять тысяч при фарма есть и самое главное то что время по фармить тоже есть тераплей пока несколько более бедно себя ощущает отстает на тысячу по нетворсу но по факту у него ни одного еще полноценного артефакта нету ему довольно еще много до ультимейт орба который он сейчас будет выфармливать я думаю пока не появится манта стайла и вот точно пойти не увидеть тем более что уже форма нету из-за того что стоит он на нее выходили поэтому есть небольшое окошко для того чтобы поискать кого-нибудь возможно какую-то драку навязать и обеспечить немного проблем кстати сларк уже начинает преследовать интересно то что он решил нити за террором принципе хотя там у него сандр там прочие неприятности в одиночку он явно бы не справился можно было попробовать напасть там поворовать чего-нибудь хотя бы ради этого больно на боковышка явно нужно перетягивается команда к сларку смоках я у дзи си готовы будут заходить спину отходит отсюда террор поэтому скорее всего фать его не будет террора прочекали его увидели увидели нэзер вард вейксе поднял на телекинез но немного времени выиграли поэтому получается отойти банану банану могут перекрыть вот банану скорее всего забирать будут там уже пошел сларк в атаку хотя другой страны еще не вейкси зацепили он также погибает это минус 2 в размен ну по сути на что то есть тянулись и команды потратили время и не добились этим ничего плюс заряд для сварка я думаю вообще доволен да у него уже три перманентные единицы ловкости мелочи приятно мелочи не мелочь а каждый там 7 единиц плюс армор и так далее где-то потом может аукнется этот лишний подфит сейчас сразу же перетягиваются на вражескую половину карты на другую половину леса точнее будут искать здесь все 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 потратили на самом деле то может плохо для не закончится не ну почему shadow dance есть даже через это можно просто расконтролить сларк не идет со всеми сарк не идет тимбер не идет и так идут и так есть там врывается на фейта сразу же его перекрыли пытается его подсевить если чукаски неплохо полетали и фейта подхилю это просто выхилил полностью пугно не получилось никого забрать малой крови отделались действительно могло все закончится гораздо хуже погибнешь его шаман но это единственная жертва он еще отдал свой данный за шок для рубена это получать кучу доп урона и в драке и возможность для рубайна пушить линии зарабатывать деньги на них четвертого уровня это очень мощно про то что это это на самом деле будет иметь далеко идущие последствия зря они так не стоило того все потратили драться нечем два героя не пошло еще кстати баунти из-за этого не за контроль для получается всего лишь 2 в 2 по рунам ты могли 5 4 забрать так что давай ценю что у нас артефактам есть у террора мантастайл еще 2000 уже практически на руках есть кстати неплохо бустанулся и он уже разрыв свой со сларком уменьшил там всего лишь 400 золота разница здесь сказывается вот это вот беготня сларка когда он от фарма полностью отказался хотя сейчас 1 себе рейджа может уже далеко не хватить с учетом того что здесь особо отрубать то и нечего кроме тайда определенно зря бегать могут стать в фармливой также подпушить линии потому что против край довольно аккуратно не подставляется я сейчас тут хентавра новое сорт хантера как раз соло конкретно тайда может вырубит хотя его долго будет подпиливать якорь откидывает есть гаш минус половина хп супер суда подходит возможно чекрама немного подзамедлит и да и стрелы еще 1 и кстати не очень удачно получилось совершенно ничего с ларку не сделал абсолютно просто завысил способности же потому что его в любом случае бы убивали да и в топе гентавра проблемы в это же время я может быть заман свой дайер мог успеть нажать если кликал не переставая уехал бы даже так все равно один в один казалось бы размен получили два кор героя своих оффлайнеров но старт получил перманентную ловкость т.б. нет и здесь уже у кентавра очень маленький откат его ультимейта он резницы может нажать его даже будучи там на базе где ты все равно оказаться полезным команде а вот 5 без реветча будет холодить еще две минуты действительно как-то очень очень зря его отдал может как-то в истерике нажал или еще что-то случилось было это довольно жалко непонятно этот хантер но опять же ты у них временно заменяющий игрока игрок так далее и от него не ждешь в доты в каждом моменте но вот хотя бы таких оплошности можно было бы избежать но за счет того что от квалификации с матчами сразу на вылет на самом деле хотелось бы подзапотеть потому что все квалификации доджет уже я думаю организации не хотелось бы в росток чтобы буквально меня три-четыре назад когда финалы дпл 6 сезона они тоже в первый же день на вылет с их овами 0 2 и по домам отдохнуть решили играли не лучшим образом да кстати с дпл как раз один слот тоже на этот турнир причитался его получили их ом и насколько я помню сейчас уточню до и хома как раз вот за победу надо был шестом сезоне получают слот на этот турнир очень непростой путь проделали но все-таки разъяснили там немало хороших команд вообще с китаем что-то довольно непонятно творится вот такие вот какие-то более-менее аутсайдеры они вырываются в топ и их ом в прошлом сезоне вообще их просто все заглядя смешивали кто только мог теперь они прорвались дико извиняюсь но если что их ом финал 3-0 проиграли они играли свечи вич их обыграли 20 пишет мне то что их ом и как раз как венеры дпл прошли так что возможностей наоборот может быть там а слушай все все верно вич и что-то там куда-то там то ли отказались то есть новости было выиграть и всего пройдут на какой-нибудь там дак или что-то в этом роде то есть ну да я бы я про то что они выиграли 3-0 но в итоге позвали хомов и дед вчера прям новость читал а что-то случилось не просто что-то там я щас попробую найти эту новость новая интерес это все было под новый год стопом когда 20 сложно это что 100 процентов вичи выиграли 100 процентов я пихом они действительно втором месте в сухую проиграли они сначала в сухую проиграли вичи гейминг в сетке венеров упали на инвиктусов инвиктусов проиграли в 2-0 в свою очередь и хоумом кстати инвиктусы действительно как-то слабо себя тоже под конец победы на дпл сезон 6 вичи получили слот на мдл макао 2019 однако организаторы приняли решение вдарить им прямое приглашение на турнир а из-за этого слот с дпл получили серебряный призер лиги и хоум то есть это просто решение организаторов туда то есть они так уже заходили команду дали инвайта они еще и второй выиграли инвайты давай давай ты мне очень нужно я просто плейте игр комментировал думаю как как их вам могли выиграть если они ничего не смогли сделать очень плохо играли погрешность найдено и устранена да скорее всего просто прямой инвайт выдали раньше я как-то так бывает а ты заранее говоришь команде что ребят мы вас хотим пригласить так-то так-то можете ли вы согласны ли вы уже и там обсуждение подтверждения они неожиданно слот выигрывают дополнительно понятно довольно сложно с этим турниром получается опять же это не волоская система поэтому могут творить что хотят и ничего им за это не будет просто уникальная вещь конечно 7 китайских команд и виртуз про такое сочетание просто убойное они все еще мог лишь последний момент времени посидеть такие ну и бац бац и там ликвидов позвать или тибета просто потому что почему бы нет на последний слот надо интересно то что могли быть ликвиды секреты и прочее но посмотрим тут еще два и два это остается действительно поэтому кого-то позвать еще не из китайцев скорее всего возможно тем более что китайские команды а ну так вот если подумать вот есть вич и гейминг есть парисе джермена gd и кто еще вообще хоть что-то показывает китайском регионе сейчас думаю астеры какие-нибудь и все это кстати возможно та причина по которой позвали только китайские коллективы что был мир дак а всенародный китайский турнир приехали на выиграли его следующий сезон нам приехали снова выиграли зарубежные не китайские игроки и так далее и возможно хотят до хотят чтобы уж хотя бы раз на турнире выиграли точно китайцы и вот на стеки пожарные взяли в п которых лжи дир раза разом обыгрывают и надеяться что это случится в этот раз кстати с учетом того что остров нет в квалификациях в принципе на этот турнир шанс того что им дадут инвайт довольно высокий я тоже так думаю но опять же не может быть уже заранее просто обсудили что не будет участвовать и с этим все сложно не давай да то есть надо ждать инфы от организаторов уже совсем скоро все будет известно на турнир тоже сам все будет довольно скоро в конце февраля так что думаю ближайший месяц там где-то они все это расскажут ну хорош такой солидный за фонд получился не вписались в дпс систему хотя вот у них по меркам минора деньги набирались но видимо не успели вписаться в принципе вместо мало а желающих много поэтому как-то так будет проходить я упадение на кентавра очень странное решение чем по таким на текстантера 10 очень хорошо провели буквально две тычки от мыгин уже половину лица потерял я у тоже очень сильно потерялся отходит назад нападение просто ровно ни с чем для рутов оказалось и выходит а слушай все отбой паника это был очень хитрый план у них в это время что шаман в боте сильно подпушил поставил змей и они просто тянули время чтобы никто не по не сделать и репортов но сейчас вышку заберет отключается драка или оракула банана погибнет ли он пока не очень ясно нет все-таки оказывается еще плюси по хп подцепили сларка сларк потерял очень много и отходит назад у него был дабл дэмош у нее есть аегис по-прежнему можно развернуться попробовать все остальные живы в команде разворачиваются под шиба банана есть по нему херса придет на него на пауз и сетку также на всякий случай поставили банана должен погибать хотя есть по нему еще и тоже где крипи фай а есть выбивают и как-то неприятно получилось но форма заканчивается стиро блейда теперь уже на его можно нападать более смело сларк лотар будет через секунду смело не смело все-таки тяжеловато заходить когда нет тимбера нет хорошего этого дпс и и в итоге вот если кто-то так вот нападает как они это сделали сейчас у тебя есть и оркал на подсейф и пугневич на подсейф и какого-то одного героя не спасти на двоих мог кстати по поводу сборки тимбера мы в самом начале еще разговаривали насчет худа там про локет и прочее в итоге он принципе от него отказался есть лотус есть без если честно это вот потому что я вижу на про сцене это супер очевидная сборка то есть собирается абсолютно всегда я вот ни разу не видела вот именно в этом регионе потому что даже вот сейчас все его предметы оставить и поменять просто худ на локет у тебя будет больше хп региона следовательно больше выживаемости а потеряет при этом каких-нибудь там два три процента мак резистор ну тимбер пока абсолютно бесцветный 024 счет это совсем для него непривычный результат обычно он любит душить душите еще раз душить а тут даже не получается хотя бы в замесах выживать два раз принимал участие в вас замеса два раза погибал но я уже 20 уровень хорошо поэкспился плюс 15 к силе начал по поводу экспуса кстати это вот из-за таланта не так много героев которые ставятся на core позиции имеют талантный экспорт я даже на самом деле больше наверно и никого вспомнить не могу кто прям постоянно играет у нас первых таких позиции берет x на 10 или 15 можно было бы сказать про пульжа но нет ты он не не особо то берет из того что я видел все-таки 35 урона очень много дает именно по ходу игры так что нападение играется фарк врывается кентавр но там все герои сверху стоят они точно за сейвит ну да под ультимейт оракул уже не очень хочется подхилили спокойно муки поэтому разбираются с ялой это будет первая жертва этого файта который пытается дайте еще и рэвид ждали как-то тоже опять получилось не очень красиво да куда он его живет что-то постелись видимо решил просто у него не получилось даже это человек косяк бывает кстати у террора уже почти а это не почти у него уже есть скади по деньгам осталось только закупить и он уже выглядит как серьезная боевая единица а по поводу сларка а у ее предметы очень медленно появляется то есть за то время когда появился у террора бкб и скади у сларка появилась только бкб и один кусок аскади так что он выглядит совсем уже бедно на это назад у тб было меньше чем у сларка сейчас у него уже на 4000 больше очень мощно но сам по себе тб гораздо быстрее фармит чем сларк и сларк здесь еще в принципе не особо старался держаться с ним наравне по фарму много времени именно на перемещение тратил и причем мы видим по счету команд на тридцатой минуте всего лишь 19 фрагов это совсем не о том что хотелось бы сларку и он выходит вперед в очередной раз подцепить какого-нибудь фейта ультимейт у него уже есть уже это будет непросто но видимо опять будет ходить это и да но тайт спрятался его уже не найти отходит назад фейт тоже скорее всего отойдет ну и все просто стянулись четвером и ничего здесь не добьются выше к внешних нету идти просто на т3 было бы нагло и драться не с кем время опять потеряно но при этом 6000 преимущества все равно за рутами остается за счет того что сильно стоит пугана за счет того что сильно тянет вниз все это дело оракул но у тех кого нужно эти деньги есть а именно у террора вот в принципе в какой-то момент может всех размотать в одиночку возможно может быть и не размотает тут очень много бы зависит того кто в какой позиции окажется кто подставится кто нет то что в какой-то момент когда-нибудь в этой игре один раз я многом-то не прошу китар ворвется на при нападет на арку и туневич а не на хантера и все будет хорошо чтобы нападать на оракла нужно его мгновенно выкосить чтобы мгновенно выкосить хороший контроля из хорошего контроля здесь один только ну по сути шедо шаман имеется потому что каски вещь неверная может отскочить может не отскочить хотелось бы либо хекс либо сетку дать а эта штука которая имеет довольно маленький рэнш и не а хотя все он уже 15 взял возможно немного полегче будет теперь все хорошо с этим можно с того двора тянуть в общем любом случае нужно пускать несколько вперед что у шамана что получилось это сделать от не всегда выходило раньше но сейчас может кстати получиться уже вот этот набор джентльмена есть шамана из линзы и таланта так что возможно на что-то можно претендовать шаман кстати на самом деле помимо вот этого пятнадцатого таланта имеет почти аганим и восемнадцатый левел на богатый брати на четвертой позиции с деньгами просто когда ты восемнадцатый левел с аганимом это уже одна ошибка снесенной трон а при этом можно будет забрать рошана например старалась чтобы быстрее запустить респаун третьего третьего получите фершершард даже душам он соло может выиграть на очень богато сейчас смог собраться то есть когда командово бегала он как-то успевал немного подфармить леса где-то где-то фраг забрать у него из 11 фрагов команд 2 имеется и в итоге он остался в плюсе и это может очень хорошо сыграть для команды потому что по сути всей команды пушит только он один остальные для этого вообще не создана ну там может какой-нибудь симбир вкачает рано или поздно талант а он вкачал да на 100 урона уже на пятнадцатом уровне готов разваливать до кабины банана выходит вперед банана будет ли от него релочи очень можно было бы дать он этого не сделал в итоге три персонажа просто отходит назад интересно мне кажется он рофлик чтобы не не чтобы следовать своему вот этому плану сейчас надо нажать клавишу реведжа с отставанием секунд в 10 от команды но интересно что они стали давить хотя можно было попытаться подцепить кого-нибудь вообще легко можно было убить видимо боялись чего-то хотели чтобы сларк попал там в этот самый реветч непонятный реветч на 5 человек что-то вроде и бы холл сверху накрыть правда есть пара нюансов до бы холл например нет на эту же мелочи сам все таки что-то тут всего понемножку собрал в итоге у него грифсы будут появляться через энное количество времени тут пока они что-то в зафаме туда-сё но думаю на рецепт накапает через какой-то промежуток времени совсем скоро уже будет его и так тяжело убивать 2 200 хп вот этот блок урона входящего от кракеншелла даже явно будет невыгодно врываться в него плюс это возможность очищения от некоторых вещей довольно неприятных я хотела здесь ему ничего не поможет если вам попытался почиститься текст как не снимешь ну может можно снимать с уже по-другому сейчас уже снимешь не уверен стопроцентно вроде как даже если нет неважно у него есть silver сварка и ты можешь торваться до пищу и тогда ничего не сработает шаман 18 уровня у него будет блиндаггер аганим уже есть будем ждать его выхода и у сларка появляется скади вот теперь мне кажется все карты в руках для того чтобы задавить подраться забрать рошана и после этого пойти на хайграунд но в ней вместе пока команда собирается довольно вяленько в итоге все-таки собираются плюс-минус на топе миде где-то так и сварк показался на карте банана выкурил вперед посмотрели на банана увидели что у него на данный момент кстати банана все уже собрал себе кривцы к файту хотелось бы наверное все привести а что он у нее уже не успеет сделать скорее всего потому что подцепили из каска зацепила еще и с трепл си и с трепл си проконтролировал все вот эти вопросы одним костом контрит их всех никому не дает работать вот хекса точно снимается с кире бы камере написано что можно снять сильными залами а это подходит играть не шелл подходит дар факт и все прочее что второй рошан сырая из и драка украл что-то рубик интересное это оказался тиберчей но это может сильно помочь сейчас приходим при попытке за контестить рошана покидаю чакрамы налево-направо в драке тоже на самом деле для этого героя прикольный вариант но не лучший все-таки связи сняж него есть аркан супер мисси так есть по его сварка на нас зацепили одного старка кстати получится забрать его забирать мгновенно 75 секунд у него нету байбека вот это очень критично рошанского регион почему-то забирать просто лежит на земле хотя было кому взять банана видимо рассчитывали просто чтобы он полежал немного и вижен дал по радиусу просто лежит на земле когда смешно шаман но нет какого-то продолжения сейчас смешно сломают оси забирает шамана варда его еще стоят муги берет айеги все-таки носила света забирает рошана то есть получилось все забрать полностью я у погибает также это уже минус 3 в 0 и разменялись пока ньюбе очень хорошая драка для них супер а также можно забрать его избивает руками это минус 4 очень все плохо сделали 4 минус гем и сыр тоже забрал террор я не знаю скидор как-то въехал и даже слот не освободил чтобы хочет попытаться забрать ну знаешь и в итоге у них было 9000 преимущества и это просто все исчезло 4000 выиграли за счет одного файта плюс рошан плюс сейчас еще товара зафармят уж точно на ревушку можно тоже подойти попробовать 70 секунд до тимбера можно попробовать убить у него байбэк слабо сейчас уже и так появится но он же не рискин соваться против такого количества персонажей вырезать он явно никого не вырежет с какой бы стороны не подошел и даже несмотря на нехватку контроля без ревейджа у ньюбе просто проходить страшно айеги суммуги есть банана все равно торгует лицом принципе его не жалко дарпакт есть сарк как-то просто держится в стороне тут ревушку снесли байбэк выбили сделали просто план максимум заснений на данный момент все слишком хорошо получилось если бы они выбили байбэк нанесли в вышку было бы хорошо если бы они снесли вышку не выбили байбэк самому получилось бы хорошо они сделали это и другое и все это просто полный переворот по деньгам мы видим то что вот 10 тысяч преимущества уже было и просто ровно в ноль это вышло буквально за считанные минуты так вот вернемся к рубику что чакрам для него конечно штука прикольная но лучше ворвать какой-нибудь дизейвел потому что с пассивки получают либо фамилификейшн и там допустим 10 секунд стана это 14 секунд стана и так далее и сворвать сходим стом кентавра или допустим банк лишь доктора хиак сетку шедо шамана для него лучше пока он с этим чакрамом уходит но все-таки они своего добились они файты выиграли и ну что здесь мне кажется было полезно то что все таки это был файт за рошана и рошпит место довольно узкое и закинуть туда чакрама это было довольно ценно до сойдет и что интересно от него есть аганим ночи храм один а должно быть 2 что-то где-то в доте опять сломалась все еще бы это либо по механике он допустим учить акрам когда аганима еще не было и при сборке он не появился непонятно но судя по количеству денег все-таки ну да скорее всего его собрал уже после потому что очень много после файта выиграли да так что принес его скорее всего уже когда там т2 вышку забирали или после этого так что ну вероятно в этом дело но все-таки все-таки не по-божески получилось хотя я одного чакрама было уже достаточно принципе это палку же выстрелила можно уже украсть что-нибудь другое и неважно что там с аганимом или не с аганимом хотя будь это аганим на чакрам можно было бы и не отдавать его хотя он уже принципе сам все заканчивается сполстил там секунд десять осталось его действия да было бы неплохо что ими стройте теперь если удастся свистнуть допустим от кентавра или ульша до шаман это же просто змейки заберут часто три нет не смогут хотя забирают это три сыт не будешь все-таки надо ломать больше чем просто выше барак забирать тем не менее лучше абсолютно бесплатно команда стянулся не успела противника так что если так вот за каждый заход забирать по одному строению на хайграунде все равно получится очень вкусно с учетом того что змейки не такой уж и огромный кулдаун имеет и кстати шаман такое ощущение что готов халдить для того чтобы именно этих змеек ждать или там просто крипов обить вытолкать линию или дождаться пока кто ну все уйдут с этой линии от команды ньюби но он просто стоит и ждет конечно 68 секунд это не такое же благодарное дело супер пока избивают его отходит назад у него включается пассивка пока регенится как же больно с ларку оказывается вопроса сбивает это минус ультимейт для него он отходит назад занимает более выгодную позицию а здесь уже ждет его из трипл си его зацепили паунс есть бы кабушка прожимает ему просто никто из команды не может помочь он оказался отрезан своей команды и придется драться до победного конца один делает прыжок ну то почти у него в любом случае не было прятаться было тоже некуда печально совсем 0 помощь но что душа ман если бы у него были трава могу сейчас силе на пакость приехав влево ну там пока один тимбер вот со своими со своей соткой деможи с руки с таланта и улетает а вот попробуй одевать и варды еще душа мана сразу же быстро падает т3 вышка как же быстро с ней разбираются это минус дниси есть по ним рефлекшн я пробивает руд и каски в этот раз кстати украл рубик хороший контроль получился каски не очень удачно полетели хотя нет смотрите-ка двоих держит на месте забирает в итоге личный барак живой пока что решили бросить там одни люди дерутся есть релочный супер оказался под контролем заканчивается айегис ну и магистрала дерется правда у него уже нет ни формы не айегиса но тем не менее все равно под критами он пробивает я я отходят назад точнее просто от него отстали притягиваются обратно на свою базу ребята зимы потеряв одного оракула только выкси только продолжает драться но сразу же лопается как только заканчивается ультимейт оракула и в итоге это минус 2 саппорта может быть еще догонит хантера было бы чем сбить на кого-то юла и не припас у себя тимбер поэтому еще один фраг на халявить не получается только что в драке посмотрел рубик своровал еще раз чакрам уже точно сгоним в руках и все еще появился один они два было бы очевидно но надо будет написать надеюсь когда они поправят на есть 1-2 который запасил на исправление уже где-то полтора года назад но до сих пор работает а где-то хочется вредить или нет или просто новую личку написал пока не работает надо выйдет ну видимо да вы или чтоб к пепеди написал тебя ребят смотрите кофе не либо чтобы на интернешне это случилось а что за бак стать там можно короче сломать доту серва крашится сложно объяснять как это работает но это есть сказать и будет вязать это не очень хорошо ломать паблики ну что видим то что рута пока в итоге потеряли сторону потеряли в разме только на двух саппортов которых умудрились забрать с которых денег особо не получили есть тимбер 25 уровня который вкачал себе тимбер чейн на пол карты у него остается кстати такой достаточно хорошее количество бластоунов заряда бластоунов но это пока ему особо не помогало есть очень жирный кентавр его то просто все деревни избивали избили с него в итоге только две трети хп и но то конечно все поражало что у него есть но все равно факт остается фактом он просто как силач здесь смотрится максимально хорошо пять тысяч хп что с этим сделать у него там уже максимально физическая защита у него 56 процентов плюс там еще сопротивление эффектом смотрится очень красиво по поводу худ заменить на какой-нибудь беркерасу и добрать гладмейл сверху так он соло сможет всех убить мне кажется да с учетом новой пассивки такие статьи с таким набором да вот этих предметов сларка 25 кстати до сих пор не взял у него 23 только и он смотрится крайне бедно сравнить со своими тиммейтами он 14 тысяч золота проигрывает сироп лейда счастью для его команды все все деньги только в терроре и есть особо расти ему уже нет допустим участку пить его маншард и что дальше все то есть это лимит но можно выложить отрывала и на их место тоже что-нибудь поставить ловкать от этого сильно не потеряет он нафармит это за пару минут мне за пару минут минут 5 допустим полтора слота а что дальше делать все еще непонятно усварка есть потенциал еще для замены двух слотов вместо дема что-то вместо пт что-то ну вот диван еще него сейчас превратится мкб вроде как но есть еще один хороший план можно просто не затягивать до того момента как у сларка столько слотов появится было бы это так просто они бы это уже сделали ну пока с аэгисом они несколько затянули выбили они его у противника но пошли пушить довольно поздно и в итоге аэгис закончился прямо во время файта то есть они прохладили все пять минут читай но все равно сторону снесли довольно изичек то есть на последнюю сторону со следующим рошаном зайти будет вообще без проблем а сейчас осталось уже минуту дополнительного времени минута ада дополнительно времени уже поэтому в принципе обставиться вардами попробовать забрать даже без боя можно хотя сейчас они будут рисковать своей стороной внизу опять выход от даже если вдвоем просто пойдут кентавр и шадоу шамана они все равно могут покуситься на бараке рубик может своровать змей ворует это делает это очень приятно для него главное теперь не нафидись так он пока что отходит назад на безопасную зону и просто отходят назад сами принципе руты поняли то что они здесь столкнулись слишком ожесточенным сопротивлением абсолютно ничего варда не успели снести и это уже полный провал сейчас уже можно перетягиваться на рошана после такого выхода потому что потраченный ультимейт от кентавра потраченные змеи и уже контестить рошана гораздо труднее и фри рошан а фри рошан это означает две пары змей для рубика с его потраченным змейками хотя ладно уже одна пара потому что я думаю на самом деле что до этого то они доживут 90 секунд и старые змеи будут вопрос только в том стоит ли отдавать именно рубику рефрешер потому что есть хантер и возможно все таки его дизейбл и есть агонимные змеи а можно принципе не разворачиваться пока есть форма надо ее использовать а правда сейчас вы драка 5 на 5 выкупается кентавр по-прежнему его нет ультимейта нет ультимейта и у шамана и придется держаться аккуратнее муги получает хекс его пробивать пока что никто не пытается особо не фокусит фокусит фейта у которого змейки его нужно убивать его пытаются убить он отходит назад а пока подхиллют с 3пл си просто на всю выкладывается чтобы именно его спасти кстати у него получается сделать ходит отходит назад и он закидывает на себя в итоге ультимейт в икси тоже живет жив-здоров с 3пл си и вырубает с 3пл си здесь также минус 2 получилось рубик погибает он потерял свои варды но в размен они забрали трех персонажей команды рут 2 выкупаются возвращается обратно дисси погибает и шаду шаман тоже держит пока муги на месте муги тоже должны забирать это минус у муги есть байбэк погибает еще и тэг хантер и видимо ему тоже придется байбэк это четыре байбэка со стороны команды юбе это слишком жестко черку потеряют и вот убежит сварку которого пусть 80 сейчас у тебя не будет на еще время потянет хотя нет не успел просто киевских коза не пони позидаю потому что сварк наворовал уже 31 стака это эти стаки его не делается он будет продолжать набирать силу да очень быстро расправляется с рубиком муги сюда вернулся он после байбэк если сейчас погибнет это будет просто полный фейл он уже половину хопа потерял у него нету формы супер а пока что пробивает немного на вариант но испугался фарк решил отойти не рисковать собой у него тоже байбэка нет все таки и супер супер не попал в дерево теме теперь чей на 1 попал вторым его простили просто нарвалась только статус не 44 армора сейчас может воевать с т.б. который будет форме и не терять здоровье есть на кого напасать я думаю пугневич 4 байбэка просто улынить после такого надо хотя стоит так аккуратнее из-за его нет я думаю слаб ничего не боится дать удобства китра сейчас будет получать они сейчас челкнутся муги у него форма нет у него никакой возможности выжить возможно тоже нету бкб прожимается назад сандра отлично получилось супер и забираю через догон и never end остается один посреди кучу противников даст этот айти наверное он причем без бкб теперь остался и следующий раз так не ворвешься она на него 65 стаков сказка на ворвать это есть на сам себе он без бкб хотя регенция довольно быстро не за 61 армор это вот дк в лучше своих года столько не имеет кажется он все-таки может попробовать ворваться убить всех но еще и 400 дамы же сути 450 да с этим придется считаться бегает ломает варды там база полет про дочь сильно прогорела остается всего лишь один т4 товары ты тут на 200 здоровья затянули эту драку но смогли задефать и сейчас ларк находит реген поднимает себе монозапас и будет бить рошана возможно успеет соло это сделать пока противник придется сделать это в соло хотя сейчас если он погибнет это будет полный фейл у него байбека нету а вообще принципе с рошаном стоит быть аккуратнее потому что нет ни одного байбека на этой карте хотя скоро появится у сларка кстати вот буквально 7 секунд так что может и задавить попробовать ему нужно что-то делать потому что противники если заберут этого рошана это будет цирайгис и рефрешер и такого дпс чтобы пробить все эти бонусы у них нет в команде при этом вынуждены какие-то герои еще дефать базу что тоже неприятно правда есть рвала у одного и возможно нашла шаман без рвалаф ему надо бежать же в сторону драки начинается драка кентавр хорошо пробивая с критами неплохо получилось сейчас он будет погибать у него байбека нету 90 секунд без кентавра а это жир команды все да но это это в размен на тэдхантера который не смог дать реверс его просто вкусили слишком много урона было сларка и сейчас в новый что блэйд и можно искать следующую цель убивать еще кого-нибудь ну что минус дизейбл а бкб он не потратил ну пока форма есть хотелось бы кого-то найти never end чекает вейксе находит пытается вырезать его не получилось это сделать нападает на фейт и теряет сразу же половину хп как же ему тут страшно и больно но это сларка он зергеница то есть его нужно именно фокусить так у драться с ним такая себе идея на 61 страк еще остается у него сэншифта и погибает уже и тимбер тимбер сто двадцать две секунды и у него нету байбека и даже близко к этому не проглядывается минус три персонажа в итоге 2 потерянная у небе в ответ но отсутствие тимбера и кентавра для рутов критичнее хотя там пока террор а у него уже есть форма у него уже да он нажал рефрешер который носил с собой в инвентаре седьмой слот ну кстати очень важный слот рефрешер шарт скорее всего тоже будет подбирать пока не очень ясно что конкретно с ним можно сделать рубика рядом нет даже если бы он был не факт что у него было бы что-то важно чтобы ему отдавать дай да рядом тоже нету только через 44 секунды будет на этом что для него захолдят а потом отдадут не за не уверен возможно себе пугневича оставит поставить два варда в драке дать быстрый бурст в декри по 2 догона можно будет просто убить например меч доктор или шадо шамана до драки 4 5 уже спокойно заходить с 3 пол си 25 уровень у него да кстати он урона тазер варда пол поэтому два варда будет смотреться очень хорошо это во первых невозможность подойти для вич доктора с его хилом и плюс если ресница тимбер то для него это тоже будет очень больно так что с этим будет удобно зайти насколько там у нас 375 за ману урона совсем большая цифра вар поставил и загон не смирю файл кстати у сларкова принес себе наконец-то возможность пробивать кого-нибудь под ликлипом как вариант или не дать бакаба сцена террора нажать с этим сложнее все-таки ты хочешь убить террора на котором может руку повесить свои сплы которые плохо снимаются и пульте мэйта было бы чем его заткнуть это было бы конечно по цене все с этим сложнее нужны тиммейты это игра ворвутся выиграть время муги пока один заходится остальные за его спиной находятся поставили какая же боль почти умерший шаман поставил варды осталось 200 хп я минус половина хп сразу же муги хекс получает отползает назад есть ультимейт от кентавра рывается в бой погибает уже с ларкс ордошу выкупаться возвращается файт яу минус половина хп яу до сих пор жив живет пытается выбросить по чекраму очень много хп теряет супер также отходит назад и потерялись сильно потерялись руты но после байбека с ларка теперь они хотят дайвить с apple си остается один абсолютно него бросается есть ультимейт от оракул он живет и держится и сейчас еще подкидывается с пылами но в принципе это не так важно погибает зато рубик 90 секунд его не будет пробивает бананом пытались это сделать муги уже хорошо отвечает супер может даже попробуйте забрать очень много хп потеряет супер он погибает у него байбека нет уже два персонажа 3 персонаж без байбека потерянную команду рут в размен на 2 и при этом форма заканчивается у муги но он может продолжить и задавить у с 3 пол си на гага просто печет руты и да тут один кентавр явно это все дело не за дефы потеряли сларка и вместе со сларком потеряли и надежду плотная драка была на переворотах плотно вообще карта была такая неоднозначная во многих моментах и здесь все таки террор вытащил и его 14000 при фарма надо одним сларком это все таки дало себе знать таки это хорошо есть фирменный вопрос от хитрова это т.б. вытащил или сларк закинул потому что для данной встречи я бы назвать на самом деле выделил бы больше второе что каждый раз ворвался в драку понимаю что его уже видимо что падает пассивка и сырой не жал дар пак не скидывал с себя дизейбла и все прочее 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 некачественный сларк не лучше из тех что видел ну да если так вот посмотреть со стороны 25000 нетверса у него рэнда в итоге против 42 которые есть у муги просто в два раза больше практически нафармил этот парень смотрится очень мощно что ж поздравляем ньюби это best of 3 серия отыграться у рутов шанс еще есть а у него есть шанс под души своих противников и на плюс морали просто выйти уже дальше и встретиться со следующими своими противниками уйдем на небольшую паузу и будем ожидать следующей карты совсем